В сети удивились бесплатной церкви РПЦ за рубежом интернет-интернет и СМИ. 29. 23 июня 2019 года в сети удивились бесплатной церкви РПЦ за рубежом. Фото, пикабу пользователь развлекательного портала пикабу с ником. Андреас 1408 рассказал, как удивился, когда обнаружил в австрийском Зальцбурге православную церковь, в котором все услуги бесплатны. Мужчина отметил, что здание церкви выглядит не очень православно. Маленькое, невзрачное, скрыто за многоэтажными зданиями, подъезд с односторонним движением и даже сквер не снесли, чтобы его построить. Купол уж неприлично маленький. Внутри все более чем скромно. Храм похож больше на протестантский из-за своей подчеркнутой скромности, описал он увиденное. При этом приход церкви достаточно велик, а служба проходит регулярно. Кроме того, при церкви есть хор и приходская школа, в которой обучают русскому языку, литературе и истории. Но самое удивительное это то, что все бесплатно. Да-да, Кристины, литургия, за здравие, за упокой. И что там еще? Ни за что платить не надо. Есть только ящичек для пожертвований в углу, брось сколько не жалко. И даже свечки можно свои нести. Да-б. Даже из другой церкви можно принести, изумился посетитель, отметив, что был приятно удивлен и даже в Бога почти поверил. Андреас 1408 подчеркнул, что австрийские законы запрещают коммерческую деятельность в религиозных учреждениях. Комментаторы с иронией отнеслись к разнице между российскими и австрийскими православными церквями. Бесплатные свечи в церкви. Это оскорбление чувств верующих. За это уголовка. В написал посетитель сайта с ником. GR75 Вы что бесы? Хотите как в Австрии? Пошутил пользователь. Ghost.ruinit Его комментарий оказался самым залайканным. Вот потому там все марихуаны обколются, потому что со своими свечками в церкви ходят. И батюшки ездят на богомерзких повозках типа Volkswagen Golf. Они на богоугодных колесницах вроде Lexus. Продолжил. Lexus. Пользователи посетовали, что в других странах церковь не только не берет денег за свои услуги, но находится ближе к народу. User. Win. Рассказал, что одна из немецких церквей бесплатно организует прихожанам досуг. А вместо литургии, икон и псалмов устраивает концерты, на которых не только славит Бога, но и исполняет собственные песни на хорошие темы с хорошим смыслом. По его словам, прихожане не испытывают никакого давления. Им нравится быть частью прихода, так же, как и их детям. Ранее в июне жительницы Перми запретили использовать в храме принесенную с собой свечу. Как сообщила прихожанка, сотрудница храма объяснила ей, что свеча ей не поможет и ей не будет благословения. Секретарь Пермской епархии Андрей Литовко разъяснил, что церковь это не что-то бесплатное. У нее есть свои потребности и статьи расходов на электричество, отопление, зарплаты сотрудников. Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись.